Я тебя вижу. Все меня видят, я же белый. Среди черных птиц и стенок Фредерик выделяется не только цветом перьев, но и характером. Непоседа хотел появиться на свет на родине, в Европе, однако его родители вынуждены были эмигрировать в Африку. Здесь он встречает немало насмешек и завистников, но в то же время узнает настоящую дружбу. Спектакль исполнила польская труппа из ведущего театра Европы. Голова – это какое-то продолжение актера все-таки, потому что даже в театре кукол актер – это самая главная вещь. А кукла, конечно, через куклу надо все это рассказывать. Управляться с огромными куклами непросто. Некоторые из них весят 12-14 килограмм. Их изготовила артистка из Южной Африки Яни Янге. Подобные конструкции используются в нескольких спектаклях театра. Эта постановка стала первой совместной работой. Темы для нее выбирали больше года. Что близко к этих двух континентам, а с другой стороны какая-то провокация на разные современные темы. В основу спектакля легло произведение молодого польского драматурга Малины Пшеслюги, автора 12 книг и нескольких десятков пьес. Связь с ней театральная труппа держала по скайпу. Это было сложно, потому что все эти проблемы коммуникации, других языков, других культур, по музыке, по сценографии, это сложно. Они так просто, сделать эти куклы после всех спектаклов. Мы покажем зрителям, как они сделаны. Какой-то мастерство, мне кажется. Полноценными участниками постановки стали и рязанские актеры. Они выступили в качестве переводчиков. Текст пьесы на русском языке им прислали заранее, а вот репетировать пришлось накануне ночью. Они сидят в радиорубке, они видят спектакль в сиюминутно, что происходит на сцене, и идет текст, перевод. Мы думали, что не надо никаких титров, никакого синхронного перевода, потому что нам надо чувствовать немножко сцену. То, что другие говорят на... потому что пьеса тоже об этом. Что одни говорят на посту, другие говорят на русском, но мы должны пониматься все-таки. Чёрный здесь пьеса нет, а я белый, как мел. Разве почему я виноват? Мне очень понравился пьеса, он был очень веселый, но было иногда страшно, когда была гроза. Костюмы, люди, то, что они так качественные играют. После премьеры в Рязани актеры польского театра отправятся в Иваново и Ярославль. На этом их тур по России закончится. Трупы будет ждать уже немецкий зритель. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».